МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Быть или всё-таки не быть? А может, нет, точно не быть". Примерно так можно описать появляющиеся сегодня в СМИ заявления Ростуризма об открытии для россиян заветных курортов Турции и Египта. Сначала написали, в этом году точно не откроют. Потом сами же уточнили, сроки возобновления туристских обменов в ведомстве неизвестны. Так что настраиваемся на отдых либо в других странах, либо на родине. Настраиваемся и смотрим ТСН-итоги в студии Роман Явныч. Здравствуйте. Вначале главные темы выпуска. Массаж с возрастным ограничением 18+. Ну, вероятно, приём строго по записи. Нас не ждут или нам не открывают. Почему заведения для взрослых не боятся полиции? Народные контроли и первые результаты программы капремонта. Кто в ответе за сделанную работу, обсудим с гостем программы. И не говорите, что не слышали. Диабет начинает развиваться у поколения, которое 30 лет, поколение, которое 40-летнее. Профилактика или лечение и как не заболеть диабетом. В Тюмени открылась школа здоровья. Уроки русского от мировых звёзд биатлона. Я знаю и другие слова, но они не очень приличные. Тюмень встречает участников гонки чемпионов. В ближайшие 4 года Сибур потратит на строительство запси в нефтехима более 7 миллиардов долларов. Об этом сегодня заявил на пресс-конференции глава компании Дмитрий Конов. Половина это собственные средства, остальные добавят инвесторы, в том числе иностранные. Так, Сибур планирует привлечь к участию в строительстве китайцев. Сейчас обсуждаются условия сотрудничества. Кроме того, компания планирует брать в долг деньги у банков. В данный момент Тобольский проект реализован всего на 19%. В 2015 году объём вложений составил 43 миллиарда рублей. Основной объём работ, а значит и затрат, ещё впереди. А вот в случае с Уватским проектом инвестиции напротив могут быть скорректированы в меньшую сторону. Всему виной нестабильность цен на энергоресурсы. Как отметил на встрече с журналистами губернатор Тюменской области, пока отказов от разработки месторождения нет. Однако власти готовы к изменению планов нефтедобывающих компаний. Это отразится и на сроках реализации проекта. Конъюнктура, которая сегодня есть на рынке, то есть достаточно низкая цена на нефть, она не позволяет сегодня компаниям выходить на вот такие достаточно сложные проекты. Хотя, вот, пока это всё не случилось, у нас даже там была некая конкуренция. И три крупных нефтяных компании были заинтересованы в этом проекте. Интерес по-прежнему высок, ведь государство предусмотрело для нефтяников льготы по уплате налога на добычу полезных ископаемых. Правда, получить их могут только компании, разрабатывающие трудноизвлекаемые запасы. Именно такие хранит Уватская земля. Итак, коль уж ни Египта, ни Турции в этом сезоне нам не видать, есть смысл рассматривать ближние горизонты, в том числе и тюменские. Познакомиться с ними можно на выставке «Туризм, спорт, отдых», которая открылась сегодня в областном центре. Санатории, базы и всевозможные маршруты летнего отдыха. Всю эту информацию можно найти в выставочном зале до 10 апреля. Судя по опросам телеканала «Тюменское время», за рубежом в этом году планируют отдыхать только каждый пятый тюменец. Большинство жителей региона отпуск проведет дома. 42% респондентов из столицы региона признались, что при выборе туры отдадут предпочтение курортам России. 20% поедут за границу, 15% поддержат местный туризм. Примерно столько же желающих отдохнуть на областных базах и среди жителей районов. Зато туры в другие страны они выбирают менее охотно. Если у тюменцев на первом месте пляжный отдых, то тем, кто живет в селах и небольших городах, важнее получить оздоровительные процедуры и пройти санаторное лечение. При этом большинство тюменцев готовы потратить на отдых в этом году до 50 тысяч рублей на одного человека. Есть желающие раскошелиться на сумму свыше 100 тысяч, но их все-таки меньшинство. Может быть и на летний отдых криминальным способом пыталась заработать крупная чиновница администрации Елутровска. Теперь уже бывший председатель Комитета по культуре и туризму взята под стражу за то, что облагала данью своих подчиненных и зависимые от Комитета организации. За отказ платить угрожала увольнением и другими последствиями. Ежемесячно с каждого человека она собирала от 5 до 10 тысяч рублей. Всего же с мая 2014 по декабрь 2015 вымогательница получила более 300 тысяч рублей. В настоящее время следствием выясняются причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Допрашиваются лица, изобличающие преступную деятельность обвиняемой. Кроме того, устанавливается причастность обвиняемой к совершению других аналогичных эпизодов преступной деятельности. Сейчас злоумышленница задержана. В ее отношении возбуждено дело о вымогательстве взятки. Какая-то культурная дедовщина царила в Ялутровске, но и в Тюмени не менее интересно. Чего стоят заведения, работающие под вывеской мужских спа-салонов? Не так давно в один из них нагрянула полиция, и мы все увидели, что там происходит вместо или после массажа. Судя по отзывам тюменцев и на форумах, и в соцсетях, подобных салонов в городе не один и не два. Как правило, располагаются они в жилых домах, и соседи по понятным причинам не в восторге. Что скрывается за вывеской «массажный салон», попыталась выяснить Лариса Соловьева. Уже много лет практически под всей квартирой находится мужской спа-салон. В войну соседам снизу семья ведет уже 10 лет. На руках у Елены документы. Перепланировка незаконная, лицензии на оказание услуг нет. Все не по закону. Полицию вызывали много раз, а спа и ныне там. Не дает спать. Раньше не давал спать только нам с мужем. А теперь он еще не дает спать ребенку. Ребенок подрос и среди ночи приходит, будет «Я не могу спать». На сайте заведения нетусмысленное описание релакс-программ. Вот эротический массаж, что в себя включает? Девушка доводит вас до оргазма всеми чтениями тела. Вот та самая квартира номер 2, где располагается так называемый спа-салон. А вот те самые счета. Оформлены они на некое общество ЭНЖИ. Счета предупредительные. Срочно оплатить. У заведения явно большие долги. Рядом находится офис ТСЖ, но долги контора за коммуналку и сомнительная репутация места руководство не беспокоит. Комментировать ничего не будут по той причине, что жилищная инспекция приходила неоднократно. И документы на нежилое у них есть. В 2006 помещение якобы выводилось под аптеку. Правда, в жилинспекции опровергли эту информацию. И в квартире номер 2 идет совсем не семейная жизнь. Просто так этот салон не найти. Внешний вид крыльца противоречит красочному сайту. На входе ни вывески, ни названия. Ну, вероятно, прием строго по записи. Нас не ждут или нам не открывают. Ситуация не единичная. Жалобы на заведения такого рода поступают у жильцов постоянно в общественный совет при полиции. Мы берем это на особый контроль и выясняем, действительно, почему сотрудники правоохранительных органов этот вопрос задают граждане и принимают соответствующих правовых мер, которые предусмотрены статьями 240 и 241. Это уголовно наказуемое преступление и вовлечение в проституцию и организация проституции. В саму полицию в этом году поступило уже 6 жалоб на мужские клубы. Это кадры проверки по одной из них. Услуги совсем не массажные. Жрец любви и администратора поймались по личным. Не, 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 не. Что происходит? Не, не, не. Все. Заведено уголовное дело, а пока идет следствие, салон продолжает набирать сотрудниц. У меня опыт есть, я знаю, что делать. Языком работать умею и не только в прямом смысле слова. Вообще, девушка, такие вопросы по телефону все-таки не обсуждается. Тем более, если вы работали в этой сфере, вы должны это понимать. Хорошо, подойдите в 3 часа, на 4 я вас запишу. А это суд над владельцей сразу нескольких подобных салонов. Уже вынесен приговор. 6 лет колонии общего режима. Но мамки нет, а дело ее живет. На массаж пойдете, вас девушка погладит. А что, где гладит? Массаж делает везде. Лариса Славнева, Максим Плюхин. Тюменское время. Мы обязательно проследим за развитием этой ситуации. Интересно, закончится ли она вообще. Далее в выпуске рубрика «Обзор СМИ» в студии уже находится моя коллега Анна Чеханадская. Аня, добрый вечер. Добрый вечер, Рома. Ну, мне тоже интересно, закончится ли она. Ну, а пока «Обзор СМИ» по традиции. Пожалуйста. Ишемский хирург получил условный срок за ожоги малыша на операционном столе. Об этом сегодня пишет «Юменская линия». Напомню, в ноябре 2015 года в больнице во время операции за искры от электрического прибора загорелась салфетка, на которой лежал двухлетний мальчик. В итоге ребенок получил термические ожоги, правую ушную раковину и щеки. Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом в 80 тысяч рублей. Также в дисциплинарной ответственности привлечены сотрудники медучреждения. В скульптуре летчиков в Тюменском сквере авиаторов вернут руку, сообщает «Комсомольская правда». Напомним, памятник был поврежден вандалами в конце марта. Композицию восстановят за счет средств Фонда поддержки ветеранов-авиаторов. На воссоздание утраченной детали необходимо 25 тысяч рублей. Сейчас полиция занимается розыском вандалов, заведено уголовное дело. Вероятно, восстанавливать скульптуру будет ее автор Константин Евтушенко. Монумент появился летом прошлого года в одноименном сквере в память о тех, кто совершал первые полеты на север в 30-е годы прошлого века и во времена первых нефтегазовых разведок. В Тюмени из кранов может пойти зеленая вода. О том, что тепловики проведут необычную проверку сетей, пишет Семдеса двору. Чтобы обнаружить места утечек в системе тепломагистрали, воду добавит специальный краситель Уранин-А. Он имеет санитарное заключение и безопасен для окружающей среды. Если герметичность дымового водонагревателя нарушена, горячая вода приобретет зеленый оттенок. И если она польется из вашего крана, сообщите об этом в управляющую компанию, либо диспетчерам тепла Тюмени. Но только добавлю, Ром, что испытания пройдут с 11 по 18 апреля. Несмотря на заверение, что эта вода будет пригодна к употреблению в пищу, в том числе я бы не рискнул. Спасибо, Аня. Спасибо, Ром. А мы продолжаем. Программа капитального ремонта заработала. Напомню, деньги собственников жилья в многоквартирных домах в нашей области начали собирать с мая 2015-го по 7 рублей 50 копеек с квадратного метра. Даже без подсчетов, понятно, сумма набралась немалая, да еще и государство добавляет ровно столько же. Основные работы будут проходить, когда потеплеет, но кое-что можно делать круглый год. Была бы готова проектная документация. Например, поменять лифт. Уже сделанную работу принимает специальная комиссия. Сегодня ее сопровождала Евгения Зубцова. Направляющие новые, кронштейны новые, подвесные кабели от 2. Полностью новый лифт. Новый лифт комиссия рассмотрит со всех сторон. Заглянет в шахту, техническое помещение остановится на всех этажах. Стоит такой подъемник почти 2 миллиона рублей. Значит, работы должны быть выполнены на высшем уровне. За каждый рубль отчитается подрядчик. Некоторые жители думают, что да, лифт смонтировали, уже можно ездить. Нет, пока не будет заключение инженерного центра, пока не будет декларации, лифт не может работать. И дальше уже приемка объекта законченного. Уже рабочая комиссия, только после этого может объект работать. В Тюмени уже приняли первые 5 лифтов. После их замены в комиссии заказчики, исполнители работ, управляющая компания и, конечно, собственники. Ведь, по сути, они оплачивают работы по 7,50 рублей с квадрата в месяц. Жители этого дома делегировали полномочия Дмитрию. В Тюмени пока меняют только лифты. Тем временем в районах области другие капремонты. В поселке Вензели в домах обновляют систему отопления. Стоимость работ местные уже подсчитали. Цена вопроса 50 тысяч рублей. Сами бы долго копили. Здесь вот, допустим, вот в этом месте вообще отсутствовало отопление. Не было ни батарей в подъездах. То есть здесь все равно все промерзало. Ну, сейчас, конечно, я думаю, будет все хорошо у нас. Сейчас в Тюменской области работы идут в 100 домах. Почти год назад собственники начали копить деньги на капремонт. И вот первые результаты сбора финансов. Доверие растет. И уже в марте 89% жителей сделали взносы. Это рекорд. То есть данный процесс, я думаю, что идет. Конечно, таких комплексных ремонтов, как раньше были, мы прекрасно понимаем, не будем. Но я думаю, что на данном этапе это уже хороший процесс. В этом году по плану отремонтируют почти тысячу многоквартирников области. Комиссия будет принимать работы на каждом доме. Евгения Зубцова, Евгений Проскуряков. Тюменское время. И это только начало. Сейчас в регионе работы идут еще в 100 многоквартирниках. Денег хватит. Собираемость взносов в этом году превысила 81%. А кто контролирует проделанную работу и отвечает за сделанный ремонт? Гость программы – директор департамента ЖКХ Тюменской области Павел Перевалов. Павел Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Давайте поговорим непосредственно о приемке. Первые работы по проведению капремонтов проведены. И неужели каждый дом, каждый элемент будет принимать такая компетентная комиссия с участием специалистов самых разных направлений? Очень жесткие требования по приемке выполненных работ перед нами ставит жилищный кодекс. Это основной закон, в рамках которого проводится капитальный ремонт. Комиссия создается по каждому объекту. На сегодняшний день таких объектов в Тюменской области 274 по количеству домов, которые вошли в первый краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта. Членами этой комиссии по закону обязаны быть представители органов исполнительной власти Тюменской области, ответственного за реализацию программы капремонта, в частности департамента ЖКХ. Представители технического заказчика, это органы местного самоуправления, представители фонда капитального ремонта в обязательном порядке. И самое важное, в состав комиссии в обязательном порядке включается представитель собственников, который собственниками уполномочен, выбран из их числа. Без одобрения собственников никакие работы оплачиваться не будут подрядчикам. Когда работа сделана, далеко не все можно понять и увидеть, насколько качественно это сделано. А на, скажем там, ежедневный контроль это присутствует? Да, конечно, в обязательном порядке требования градостроительного кодекса соблюдаются. За всеми работами производится технический надзор и строительный контроль. Это каждодневная работа технических специалистов, служб, заказчиков муниципальных районов и городских округов. Когда все те работы, которые принято называть скрытыми, качество контролируется непосредственно при их выполнении. Что касается компаний, которые занимаются работами по капремонту в том числе, проблема, наверное, была, есть и может быть будет. Какие-то дополнительные инструменты по подстраховке есть именно в ситуации с капремонтами? Инструменты два. Первый, это достаточно жесткая система отбора подрядных организаций, которые будут выполнять работы и уже их выполняют. То есть это обязательное квалификационное требование, это обязательное наличие опыта выполнения подобных работ. Это обязательное наличие машин, механизмов, персонала, необходимых для того, чтобы эти работы качественно выполнять. Второй защитный механизм, вторая часть контроля, это страхование строительно-монтажных рисков. Каждый договор выполнения строительно-монтажных работ, он страхуется в страховых компаниях, которые имеют самый наивысший национальный рейтинг. Они все на слуху, я не буду их называть, их прекрасно все знают. Это самые старые крупные страховые компании. И как только страховая компания застраховала такой договор строительно-монтажных работ, она начинает вместе с подрядчиком нести полную ответственность за то, насколько качественно будут выполнены эти работы и будут ли выполнены они вообще. И это очень важно, потому что гарантийный срок всех работ по капитальному ремонту составляет 5 лет. И на протяжении как минимум этих 5 лет страховая компания также несет ответственность. То есть независимо от того, будет существовать подрядчик, не будет существовать подрядчик, как у него там будут дела. Ремонт получается застрахован. Ремонт застрахован. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо вам. Идея страхования работ по капремонту исключительно Тюменская. Сейчас она лоббируется на федеральном уровне, чтобы можно было применять ее ко всем строительно-монтажным работам. Все новости ТСН, включая выпуски нашей программы, доступны на Ютьюбе и в группах «Тюменское время» в соцсетях, в Фейсбуке, ВКонтакте и в Одноклассниках. Вернемся в студию после блока новостей из районов области. Ледовая переправа в Увате закрыта. Сейчас главная задача – правильно ее разрушить. Масса льда монолитная, она может создать на реке заторы. В этом случае паводковая ситуация усугубится, так как весной и без того прогнозируется высокий уровень воды. В Сорокинском районе из поселков вывозят снег, расчищают трубы. Особое внимание к жителям домов в низинах. Таких в муниципалитете около 20%. Зачастую люди сами провоцируют подтопление. Водоотводные трубы ставят небольшого диаметра или вообще обходятся без них. В Глашманском районе поисковики передали родственникам найденные документы солдата Великой Отечественной войны. Это Василий Антипин. Его останки были обнаружены в местах бывших боев во время экспедиции в Тверскую и Нижегородскую области. В Савдуковске развернулись мобильные классы программы «Расширяй горизонт». Из Тюмени привезли 15 компьютеров, проектор и экран. Тренер обучает три группы пенсионеров, работающих граждан и детей. Предметы изучения, презентации, а также портал областного правительства, сайт Госуслуг. В России сегодня день здоровья. Праздником это назвать, конечно, сложно, а вот как повод обратить внимание на себя любимого воспринимать можно вполне. В этом году дата посвящена сахарному диабету. 43 тысячи тюменцев живут с этим диагнозом. У 40 тысячи из них диабет второго типа. Значит, болезнь можно было предотвратить. Как это сделать, рассказывают в открывшейся сегодня школе здоровья. Ликбез от облздрава прошла Марина Климович. Пожилые люди очень часто ходят к врачам. Букет заболеваний не перечислить по пальцам. Депутату облдумы Виктор Рейн навстречу в больнице объясняет. Лишь на 10% здоровье зависит от медиков, остальное от нас самих. И пьют, и жучков, и караканов едят, и таблетки, которые в один день делают, на 20 лет моложе. Ну, спасу нет никакого. Спастись можно хорошим и правильным питанием, спортом. Ну, хотя бы зарядку делать. Это все профилактика сахарного диабета. День здоровья в 2016 году именно ему и посвящен. Сегодня в области 43 тысячи пациентов с таким диагнозом. Диабет начинает развиваться у поколения, которое 30 лет, поколение, которое 40-летнее. И самое неприятное, то, что от этого страдают и дети. Откуда он берется, до конца неясно. И часто диабет долго скрывает свои симптомы. Узнать о наличии отклонения от нормы можно по анализу крови. Тест на сахар – секундное дело. Сахар у вас 5,6. Это норма. В эндокринологическом диспансере предупреждают. После 40 лет сахар в крови нужно проверять каждый год. Дополнительное исследование делать тем, кто в группе риска. Высокое артериальное давление – это высокий уровень холестерина, это ожирение или избыточный вес. Окружность талии у женщин должна быть менее 80, окружность талии у мужчин менее 94 сантиметров. Ситуация печальная, констатируют врачи. Второй тип диабета, приобретенный, встречается все чаще. Каждый год выявляют 3-4 тысячи заболевших. Сейчас мы живем в мире потребления. Мы практически ни в чем себе не отказываем. Не занимаемся физической нагрузкой. Кушаем гиперкалорийную, рафинированную пищу. Соответственно, у нас идет эпидемия ожирения. Диабет приводит к проблемам с сердцем и опорно-двигательного аппарата. Врачи объясняют, чтобы не дойти до инвалидности, врага нужно знать в лицо. Именно поэтому школы здоровья будут регулярными. Марина Климович, Евгений Проскуряков, Николай Комаров. Тюменское время. Проверить состояние здоровья смогут зрители гонки чемпионов в эти выходные. На стадионе «Геолог» будет работать специальная площадка. Кстати, первые участники соревнований прилетели в Тюмень сегодня утренним рейсом. Это представители сборных Франции, Чехии, Германии и России. Лидеры мирового биатлона были хоть уставшими от дороги, но в хорошем настроении. Многие из них бывали в областном центре не один раз и с удовольствием вспоминают стадионы, хорошие трассы и делятся знаниями русского языка. Я знаю всего несколько слов, и в данный момент говорю очень плохо по-русски, и мне бы хотелось выучить этот язык. Спасибо, спасибо большое. Меня зовут Симон. Чуть-чуть. Сиски? Да. Я знаю и другие слова, но они не очень приличные. Я напомню, гонка чемпионов и соревнования на приз губернатора пройдут 9 и 10 апреля на стадионе «Геолог». Билеты еще есть, успеваете приобрести. Гонки обещают быть интересными. Участниками станут также Оля Бьерн-Даллен, Антон Шипулин, Евгений Гаранчев и другие мировые звезды. И на сегодня у нас все. Спокойной ночи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok